Власть поменялась, а коррупция в правоохранительных органах так и не исчезла. Не стала прозрачной и судебная система. Вот главный месседж, который пытались донести участники митинга под стенами новоиспечённого антикоррупционного бюро. «Если мы начнём бояться всего, то что мы построим в нашей стране?» Лилия пришла на акцию, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию, чтобы власть знала, люди её не боятся. Пришла не одна, а с такими же, как и она, единомышленниками. О митинге узнала из прессы. Говорит, собрались именно у антикоррупционного бюро, потому что все надежды только на этот орган. Надеются люди, он всё-таки поможет ликвидировать коррупционные схемы правоохранителей. «Мы хотим, если уже создано антикоррупционное бюро Украины, чтобы оно было действенное, чтобы правильное действие, чтобы на развитие страны, чтобы, как люди ожидают, всё было в правильном русле». Поделился наболевшими адвокат Денис Цыпин. Говорит, что регулярным несанкционированным обыском подвергается Торгово-промышленная палата Украины. Мол, некоторые народные депутаты пытаются найти повод уволить нынешнего её руководителя, а вместо него посадить своего человека. По словам адвоката, промышленная палата – это лакомый кусочек для многих политиков, которая имеет достаточный уровень финансирования и целую армию предпринимателей. «Требует от нас делать то, что уголовным кодексом не предусмотрено, и процессуальным кодексом тоже, для того, чтобы показать нам, что они всесильны, что они могут с нами сделать всё, что угодно». Чтобы осуществлять свои коррупционные схемы, некоторые депутаты привлекают СБУ, МВД, налоговую милицию, говорит адвокат. И добавляет, правоохранители не только бездействуют, а ещё хуже – поддерживают грязные схемы. «Если мы друг друга не будем поддерживать, то завтра некому будет поддерживать меня. Должны быть вместе, объединяться. А бизнес малый является движущей силой в Украине, в революционных настроениях. И, честно говоря, все хотят жить нормально и в спокойной стране». В милиции говорят, подобные обвинения чаще всего бывают необоснованными. А пока одни кивают на других, от несправедливости страдают обычные люди, у которых уже терпение лопнуло от произвола. Люди с активной гражданской позиции готовы всё чаще и чаще выходить собираться и пытаться отстаивать свою правду. Говорят, сегодня их сила друг в друге.